Мне нужно, чтобы будущий маньяк, гражданину России, кавалеру Ордена Славы, лучшему изобретателю города Норильска, значит, мужа не дурак, как минимум не дурак, потому что я инженер. Вот такая пачка изобретений. Я хочу, чтобы будущее, нынешний ректор, а не как бывало. Кстати, Александр Алексеевич Серебрик, главный редактор журнала «Весен Садоводов», это вы привели пример. Помните, животновода поставили командовать ректором. Ну, это не Тимиряевку, а какой-то другой рисунок. Животновод, пусть командует этими специалистами в садовых науках. Какая разница, да, кто командует? И тогда я подумал так, если всё-таки свершится, и наш человек когда-то попадёт туда, надо будет всё переосмысливать. А что такое Тимиряевская академия? Это биология или нет? А? Владимир Ваяков. Я хочу вернуть эту тему, потому что я хочу, чтобы приоритет мирового открытия, мирового, ну, скромно скажу, железовского открытия, принадлежал России. А этого не будет. Помните, я рассказывал, как китайцы интересовались, четыре фамилии называли Гордауловым. Ладно, не будем возвращаться, а то скажут, расхвастался. Так вот, профессор биологического факультета имени Ломоносов. Вот. Я увидел его фильм, то есть это было снято в виде телевизионной лекции. Вот он. Я снял с экрана. Я ее потом нашел. Я просто ее нашел. Вот. У них на сайте. И у меня есть кино, где все полностью, каждое слово. Я вынужден повториться, потому что жизнь коротка. Я не успеваю. Может, кто-то из вас успеет. Почему? Среди вас несколько, десятков людей, которые не то, что мне не уступают. Разве можно мне не уступать? Которые превосходят меня во всем. Я же вижу по вашим письмам. Я по разговорам. Вы даже вот видели, какие сейчас люди как? Смотрите. Из его уст звучат вот эти слова. Потом прочтете. Я просто хочу сказать. Последняя фраза. В воде растворя начинают собираться определенные формы, которые начинают жить собственной жизнью. Это открытие Железова. Оно есть на моем сайте. 2014 год. Он, вместо того, чтобы сказать, появился металлург из Железова, что не мог сказать, придумал это самое новое. Хотя бы гипотеза. Хотя это истинно последний. Мы не знаем, что рядом с нами невидимый мир. Вот этот мир, силовая структура, определенная. Все они имеют. Кошка, собака, амёба, крокодил. Мы люди. Каждая бактерия имеет невидимую силовую структуру. И появлялись они по лекалам по этим. Только я уже волнуюсь. Я не хочу всё это рассказывать. И вдруг человек однажды, который уже это узнал, наверняка 99 и 999, что это моё. И об этом знает Ребрик. Сейчас появляются намёки. Я ещё раз хочу. Я вам говорил об этом, рассказывал подробно. Помните там эти самые... За 30 миллионов лет смех и грех из этой мушки появился человек. Глупость несусветная, да? Александр Алексеевич. И вот вдруг, когда вот она, когда это... И вот сейчас сквозь зубы, ведь ждём, когда украдут немцы. Скорее всего, или эти самые... Даже Китай, скорее всего, они сейчас шустрее тех за американцев. Помните, как говорил этот самый... Про них этот задор. Американцы, они тупые. Китайцы, они тупые. Это они им преподнесут. Уже не случайно слепание молекул в грязных лужах. То есть мы из грязи вышли. Понимаете? А вот эта божественная форма, пусть невидимая, которая принимает в себя, строит. Вот она, вот она, вот она, вот она. Ну ведь смог же он. Ну почему появились намёки? Почему не появилась новая теория? В растворе начинает собираться определённая форма, которая начинает жить в собственной жизни. Вот я и пишу. Восемь лет коту попал. Мне помирать скоро. А ведь это же мировое значение. Его теперь всему-то, ну это небольшую компанию, академик, пару член-коров, пару этих самых, ну и сам восьмой или девятый железа. Металлург. А, не обязательно фермер, да. У меня есть правка, но фермер настоящий. Вот. Фермер железа, и тогда, тогда преподнести это так же, как мировое открытие. Ведь это же отрицание Дарвина. То, чего Дарвина, это, знаете, есть такое, это самое, фенотипы. Я не буду вам сейчас рассказывать, что такое кенотипы, что-то устоявшиеся, это самое, ух ты, самый генетик, за которым, бедно, это самое, пострадал. И Лысенко, и Мичурин, и вся их команда, 300 учёных, вот, все это коту под хвост были разогнаны, уволены, посажены, только потому, что другая, извините, кафедра не хватало, лаборатория не хватало, надо было убирать лишних. Вот так и доубирались, просто доубирались. А генетик, это уже ничего, тут уже никаких этих, нет, вот радиация, и вот тогда, с этого генома можно переделать, искалечить, а вдруг, вот, какие-то новые качества, да, ахимия, а кислотами, 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 а? Вот это, а здесь уже готовое было, у нас ещё не было на планете, да? Ладно, я убеждал вас сколько раз. Ещё одно открытие, оно имеет чисто практическое значение, оно уже, может быть, не тянет, на Нобелевскую, вот это Нобелевская, сто процентов, вот это вот. Было бы мне так обидно, если кто-то из вас, друзья, вот это, кто моложе, довёл бы до ума, ну, там где-то, с Нобелевской речью, уступаем, рассказать, ну, самое, дорогу в жизнь мне дал, это, железо, царство небесное, вот так, чтобы было, а не китайцы. А вот это вот, практическое значение, почка, почка, рознь, я вот сейчас скажу об этом, это важнейший момент, нам немного осталось поговорить, я повторяюсь, почему, мне смущает то, что однажды, в этом, я исчезну, и всё исчезнет, ведь я даже год, два, три, пять, восемь лет назад, я об этом говорил, вот об этом вот, в 2014 году, это попало на мой сайт, увидя готовые, конечные, с доказательствами, с полсотни фотографий, всё уже решено, а вместо этого, сквозь зубы, появляются намёки, я намёком стал, смотрите, и так, почка, почки, рознь, вы это прекрасно знаете, даже клетка, клетки, рознь, а здесь разве, можно не применить эту конкретную цель, и вот здесь вот, у меня это первый, а потом будет второй, ещё интересный случай, Евгений Ярославский, умнейший мужик, так, и нигде не будет, институт садоводства, питомниководства, Бирюлёва, вот, это высшая лига, так вот, здесь, это вы прочтёте отдельно, для самых въедливых, кто потом повторит за мной это всё, потому что это такая, такая убедительная вещь, да, вот, и здесь есть одно слово, он пытается доказать, что почки все одинаковые, и вот пытаясь это доказать, он взял и вставил, нарочно или одно слово, чтобы, как бы, подпольное, ну, не может он сказать, что железо правил, не может, ведь даже вылететь с института может-то, понимаете, но он взял и вот это слово, всё-таки, всё-таки произнёс, написал, внимание, сами бы дошли, отобранная вами, уцелевшая после аномальной земли почки, могла выжить потому, что заложилось более благоприятное время и месяц, согласен, прошла иную степень дифференциации, вот, ну, не было вот этого слова, помните, я вам раскрываю это самое, брал значение этого слова, я просто ещё раз напоминаю, ещё раз напоминаю, что это мировое открытие, что мы можем, отбирая почки, не вмешиваясь в генетику, чтобы на меня эти кирпичи не кидали, вот, и чтобы не говорили про намёки, вот, а просто-напросто признали люди, что мы можем отбирать вот таким путем, полузамёрзшее дерево, тут же смотришь, 90% веток мертвы, 99% почек мертвы, а одна веточка плодоносит, как ничем не было, я уж и с той стороны, и с этой, и где же она лучше дифференциация, и где же она более благоприятное место, никакой она не будет, а она из почки, эта ветка, она плодоносит на мёртвом дереве, сколько у меня таких случаев, плодоношение на мёртвом дереве, неужели мы не можем взять, именно вот с этой уже косточку, а главное почку, и снова её привить, а потом смотришь, в Сибирь, ни хрена ничего не загрязает, а? Ведь я же не просто брал всё подряд-то, это же моя работа, скоро 40 лет, это я, может быть, тебя прощаюсь с вами, потому что иногда кажется, ну сколько, ведь сколько было, сердце чуть не останавливается, ведь одна же и остановится же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!